Участников забега, как и любителей активного образа жизни, с каждым годом становится только больше. По информации спорткомитета, в Нефтьюганске регулярно занимаются спортом почти 24% нашего населения. И это только официальная цифра. С данным спортивным праздником и от всего сердца желаю вам удачной, хорошей лыжни, прекрасного настроения. Новых вам достижений, побед, здоровья, движения вверх и вперед. Занимайтесь спортом, поддерживайте здоровый образ жизни, здоровый теле, здоровый дух. Главным нововведением этой лыжни стал забег «Крохо-спринт». Малышам до 6 лет выделили отдельное время для прохождения снежной трассы. Ведь уже не один год подряд юные нефтьюганцы вставали на лыжи наравне со взрослыми. И мы боимся, чтобы их не затоптали на этом массовом забеге. И поэтому мы решили провести для них отдельно такой небольшой забег «Крохо-спринт» именно для детей от 6 лет и младше. Лыжня собрала более 1100 нефтьюганцев. 30 из них – малыши. Причина прийти на такой спортивный праздник у каждого своя. Почему вы решили прийти на Лыжню России? Ну, погода такая хорошая, грех не прийти, покататься, с друзьями пообщаться, с коллегами по работе. Потому что это такой праздник, год один раз, нам нравится с внуками, наши старшие катаются. Сына подержать? Никогда не каталась, я уже хотела попробовать, каково оно. Мы каждый год приходим на старт. У меня три сына приходят, две невестки, четыре внука, муж там и с коляской, все-все-все приходим. Каждый год участвуем в лыжешне в забеге. Очень нам нравится, это такое массовое и семейное мероприятие. Почему прийти на Лыжню России? Здравствуйте. Потому что нам надо. Помимо нефтьюганцев, в это воскресенье на лыжи встали жители Ханты-Мансийска, Сургута и еще 16 городов Югры. Дарья Прокопович, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск». Радья Прокопович, Денис Ефремов Продолжение следует...